Меня зовут Алексей Голышев, я был кандидатом в депутаты в прошлом году у нас в городской совет депутатов. Ну, как вы знаете, наверное, может быть, ну, может быть, не знаете, у нас система пропорциональная, поэтому у нас можно было баллотироваться только от партии. Вот, мы баллотировались, наш несколько, ну, команда, так сказать, баллотировалась от партии Яблоко, вот, и эти выборы, которые прошли в прошлом году, ну, наверное, у вас тоже прошли, в нашем городе они были отмечены просто самыми масштабными фальсификациями за все, наверное, время проведения выборов. Вот, Единая Россия, которая, на самом деле, очень непопулярна в нашем городе, ну, я думаю, что нигде она непопулярна сейчас, она умудрилась набрать 70%, вот, при этом явка составила больше, чем везде, во всех муниципалитетах вообще Подмосковья, она составила 36%, это значит, что где-то, в общем, половина голосов, наверное, была просто вброшена, вот, за Единую Россию. В результате этого в нашем совете депутатов теперь 21 депутат от Единой России из 30, ну, примерно такое же количество, как и у вас. И что это за депутаты? Это вообще какие-то странные люди, это люди из ЖКХ, люди из каких-то организаций, там, не знаю, вот, они, как и у вас, они не приходят, ну, я не знаю, они не встречаются с жителями, они просто бездействуют. Ну, то есть, то, что у вас здесь написано, что администрация Рео-то бездействует, у нас точно так же. Эта администрация, она просто, не просто, так сказать, бездействует, наверное, у вас, вы можете сказать, что она бездействует, у нас она вредит нашему городу. Ну, Роман тут уже сказал по поводу того, что в нашем городе такие же проблемы, как и у вас. И методы, с помощью которых мы пытаемся пробиться, так сказать, ну, они то же самое, точно такие же. Но выборы, это основной инструмент. К сожалению, да, бывают такие случаи, когда выборы фальсифицируют, и нам сложно, сложно попасть в совет депутатов, например. Но это не значит, что нужно сдаваться. Вот. Дело в том, что, вот сейчас здесь выступал Евгений Ступин, да, в Московской городской думе. Сейчас из 45 депутатов 20 независимых. Вот. Этого они добились. Несмотря на то, что, значит, многих независимых депутатов не допустили. В прошлом году, как вы знаете, были в Москве массовые выступления, связанные с недопуском независимых кандидатов. И тем не менее, несмотря на то, что многих не допустили, все равно 20 депутатов смогли, так сказать, независимые провести силы. Понимаете, в чем дело? Это возможно. То есть, несмотря на то, что, да, там, фальсификации, недопуски, все остальное, если есть общественное давление, они никак не могут этому помешать. Даже, это самое, там, даже если, там, они будут устраивать уголовные дела и все остальное, это все равно им не поможет. Вот, например, я хотел сказать про вашего городского активиста. Мы все тоже, я надеюсь, что мы его все поддержим. Это Евгений Куракин. Вот. Он сейчас находится, он под уголовным делом и под домашним арестом. Вот. Насколько я понимаю, это просто какое-то фейковое уголовное дело, которое против него выдумали, потому что он занимался политической деятельностью. Я хотел бы и от нашего города, и от всех наших кандидатов, депутатов, то есть, которые были, тоже выразить ему поддержку. И надеюсь, что вы будете, там, и ходить на суд, так сказать, и отстоите его. Вот. Потому что, я думаю, что вот такой человек, как Евгений Куракин, должен быть в Совете депутатов. Он пытался туда попасть. Вот. Ему не дают. Но, тем не менее, я думаю, что вот такие люди как раз и должны управлять вашим городом. Вот. Кроме того, Роман сказал несколько раз, я еще раз повторю, прямые выборы мэра – это самый главный лозунг. Мы его использовали на наших, ну, в агитации на наших выборах. То есть, мы считаем, что тот человек, который выбран самими жителями, он наиболее четко будет выполнять их требования. Вот сейчас, там, например, ваш мэр или наш мэр Ходорев, он является ставленником, ну, я не знаю, каких сил. Там, может быть, из области, может быть, еще кто-то. С кем-то он там договорился, его выбрали. Там в Совете депутатов сидят его ставленники. Понимаете, в чем дело? А если это будут прямые выборы мэра, то уже никак не сможет такой человек, как Ходорев, выиграть наши выборы. Это уж точно. Даже с какими-то там фальсификациями. Хорошо. Ну, все, спасибо.